Что мы знаем об Алексее Пажетнове? В 1984 году в рабочее время Алексей разработал игру Тетрис для компьютера Электроника 60. Игре удалось выбраться не только за пределы вычислительного центра Академии наук СССР, но и за границей советского государства, став одной из самых успешных игр за всю историю. Ну что-то такое, да? А вы знали, что игры Пажетнова выходили для Famicom Disk System, PC Engine и Nintendo 64? Алексей разрабатывал игры совместно с Microsoft, а Тетрис Компани, совладельцем которой он является, до сих пор делает игры и продает лицензии на всемирно известные кубики. Короче, в этом видео я хотел бы рассказать вам о не самых известных играх, руку к которым приложил Алексей Пажетнов, и о том, сколько неожиданных открытий они в себе таят. В 1987 году на базе научно-технического центра молодежи в городе Зеленоград появляется компания Дока, основатели которой выбили в райкоме Комсомола себе заем в размере 5000 рублей для удачного старта. Помимо обучающего ПО, Дока пробует себя в развлекательном сегменте, для чего связывается с Пажетновым. Так, в 1989 появляется сиквел Тетриса Уэлтрис для операционной системы ДОС. Уэлл переводится как «Колодец», фигуры падают вдоль его стенок, а затем притягиваются в центр. В ближайшие два года Уэлтрис портирует на компьютеры Амстрот, Амиго, Атари, Комодор и Макинтош, а компания Видеосистем выпустит аркадную версию на нескольких языках. В ней Пажетнов выступает в роли игрового персонажа. Одной из компаний, лицензировавших как Тетрис, так и Вэлтрис для компьютеров того времени, была Spectrum Hollowbyte, для которой Пажетнов и его команда продолжили делать игры-головоломки с советскими мотивами в оформлении. В 1990-м для компьютеров выходит Faces, обложка которой аккуратно намекает, что это Тетрис 3. На этот раз задача игрока составлять лица из падающих кусочков. Здесь есть как лица исторических личностей, так и функционал для добавления в игру собственных лиц. В еще одной игре, Хэтрис, разработанной для Bulletproof Software, нужно собирать на головах людей по пять одинаковых шапок. Хэтрис вышла для аркадников, и здесь есть классное послание от Алексея на русском и английском языках. В версии для Famicom Пажетнов изображен на стартовом экране, а в версии для NES его персонаж присутствует на экране самой игры в ее верхней части. Также есть простенькая версия для Game Boy и даже для японской PC Engine. Нередко в то время имя Пажетнова указывали прямо на обложке, потому что во многих странах оно было на слуху и продавало эти игры. Но что парадоксально не в СССР и не в России. У нас, конечно же, все играли в китайский Brick Game за пять копеек. Возможно, вы слышали о компании Dialog. Это был один из основателей компьютерного бизнеса в России. Совместное советско-американское предприятие в области вычислительной техники и программирования, зарегистрированное в 1987 году. Это те самые ребята, которые в 89-м провели конференцию Microsoft в СССР. Все происходило в колонном зале Дома Союзов, а позже у них была презентация официальной русской версии MS-DOS с участием Билла Гейтса. Для диалога в 89-м Пажетнов разработал Magnetic Crane, где нужно было собирать развалившиеся поезда. А затем еще одну игру. Он назвал ее «Ход конем», за что получил компьютер с жестким диском огромного размера в 80 мегабайт. Эту игру компания в то время смогла выпустить лишь на одной платформе, но зато на какой. Night Move у Dialog лицензировала Nintendo, и игра в 1990-м вышла для Famicom Disk System на дискете. Так что теперь мы знаем как минимум один случай разработки игры для FDS с советскими игроделами. А через пять лет эту же идею продадут Spectrum Hollowbyte, но Night Moves для персональных компьютеров даже, по словам автора оригинальной идеи, вышла неудачной. Они очень увлеклись трехмерной графикой и излишними деталями, а игра-то из-за этого тормозила. Как результат, она не продавалась совсем. Следующая игра для Spectrum Hollowbyte — World Tris. В стакан падают буквы, а игрок должен собирать из них слова. На западе эту игру описывают как комбинацию Scrabble и Tetris. Есть версии для DOS, Macintosh и Game Boy, но в сравнении с версией для Super Nintendo они нам вообще не интересны. А все потому, что на титульном экране здесь копирайты Elorga — это компания, которая распоряжалась Tetrisом в советские и постсоветские времена. Имена наших разработчиков, а в качестве темы для ее оформления был выбран русский цирк. Вот сейчас, серьезно, приготовьтесь. Здесь есть лев, пожирающий теткину голову, вот это недоразумение на велосипеде, хобот слона, который удивил девчонок в нашей родной школьной форме. И выколите мне глаза, если это не 16-битный Юрий Никулин, отсутствие ног к которому прикрыли шариками. Да это точно Никулин, это же его знаменитый сценический образ в той самой шляпе и тельняшке. В интернете полно фотографий, да что там, я помню этот его образ еще из телевизора, когда я совсем маленький был. Осталось только найти, откуда взят конкретно этот кадр. И для меня это был просто инстабай в коллекцию, пока вы не обрушили цены на Вордтрис на ebay. Ну что, вы наверное думаете, что лучше уже не будет, тогда давайте вернемся к именам на титульнике. А знаете, кем является один из разработчиков Вордтрис для SNES Армен Варданович Саркисян? Это, на минуточку, четвертый и ныне действующий президент Республики Армения. Вордтрис, Хэтрис, Вордтрис и многие другие игры Пажетнов разрабатывал совместно с Владимиром Пахилько. Вот этот персонаж внизу NES-овского Хэтрис как раз изображает камео второго разработчика. Вместе с Пахилько в 89-м году Пажетнов открывает компанию Аниматек. И вскоре после открытия границ в 91-м Аниматек основывает филиал в Сан-Франциско. Таким образом, разработчики переезжают в более благоприятную среду для разработки программного обеспечения и видеоигр. В рамках Аниматек Пажетнов участвует в создании симулятора аквариума L-Fish, которую издает главная компания, занимающаяся игровыми симуляторами – Maxis. Свой аквариум можно было использовать в качестве скринсейвера. А затем они делают шутер от первого лица – Ice and Fire. Можно сказать, что это была попытка уйти от головоломок и попробовать себя в 3D-графике. Но успеха не случилось. Аниматек начала испытывать серьёзные финансовые трудности, а в 98-м Владимир Пахилько трагически покончит с собой, унеся перед этим ещё две жизни. Ещё одна игра Spectrum Hollowbyte Breakthrough, вариации которой вы, возможно, встречали на компьютерах, выходит в 94-м. И помимо прочих платформ попадает на японские релизы для Sony PlayStation и Sega Saturn. В 96-м Алексей Пажетнов наконец начинает зарабатывать деньги на Тетрисе, основав в Неваде The Tetris Company. Хотя окончательные права на игру удастся выкупить у российской El Org только к 2005-му. И параллельно начинается работа Алексея в Microsoft, для которых выходит Microsoft Entertainment Pack – The Puzzle Collection. Другая версия сборника выходит внезапно для Game Boy Color. Примерно в это же время ещё в соавторстве с Пажетновым создаётся Tetris Fear для Nintendo 64, по заказу самой Nintendo. Следующий сборник для Microsoft получает название Pandora's Box и выходит в 99-м. Ещё один пазл – Hexic HD идёт в комплекте с каждым премиум-изданием Xbox 360. Затем следуют Alexei's Device и Hexic 2 – последняя игра, выпущенная совместно с Microsoft, по крайней мере из нам известных, потому что в биографии Алексея очень много путаницы. В 2013-м для iOS выходит Marbley от студии Wild Snake Software. И это тоже игра Алексея Пажетного. Как признаётся разработчик, мобильных игр у него много, но издаёт он их через друзей и не светится. Наверное, чтобы не влиять своим именем слишком сильно. Вообще составить список всех игр Пажетного практически невозможно. Сам Алексей говорил в интервью, что он уже запутался, по каким критериям можно считать его авторство. Ведь многие игры тогда создавались лишь по его идеям, а затем лицензии продавались, и игры зачастую менялись до неузнаваемости. Периодически выходили просто игры с Пажетного на обложках, которые он одобрял, но не разрабатывал. Такими были, например, Clockworks – «Головоломка с часовыми стрелками», адаптация «Пуё-пуё» для компьютеров – «Квиркс» и даже игра Евгения Сотникова «Wild Snake» для SNES и Game Boy. А ведь это ещё одна интересная история о том, как Алексей помог издателю многим известной Colorlines и ныне руководителю 1С Mobile издать его игру на Западе для актуальных тогда консолей. Но не будем отвлекаться. Помимо перечисленного, Пажетнов ещё, например, помогал в создании паззлов в Yoshi's Cookie для той же Super Nintendo. Так или иначе, сам разработчик упоминал о наличии более 300 игр со своим вкладом. А уж сколько продолжений Тетриса раньше делалось без участия автора, причём как по лицензии, так и без, хотя в основе была всё та же самая идея. А сейчас, если зайти на сайт Tetris Company, то можно увидеть, что и Тетрис Эффект, и Тетрис 99, и Пуё Пуё Тетрис, консоли со встроенным Тетрисом, настольные игры, носки, пиджаки и мармеладки, а также готовящийся биографический фильм – всё это Тетрис Алексея Пажетнова. И кто знает, сколько ещё секретов в арсенале самого успешного советского разработчика видеоигр. Спасибо за просмотр! Ваши лайки очень помогают моим роликам находить новую аудиторию, а поддержать меня эту рубрику вы можете на моей странице на Patreon. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»